Мобилизационные мероприятия продолжаются в городском округе Щелково. Из местного военкомата, куда приходят граждане не только из Щелково, но и из Фрязина и Лосина-Петровского, ежедневно на военную подготовку отправляются группы призывников. Их по традиции приходят провожать родные и близкие. Те, кого призвали, держатся очень бодро, подавая вдохновляющий пример всем остальным. За спиной 17 лет службы. Пришла повестка, я решил не откладывать, сразу же явиться сюда, на сборный пункт. Я бы посоветовал другим, наверное, все-таки как-то настроиться и ничего не бояться. Как и всегда, перед отъездом к мобилизованным обращается священник, который благословляет и читает молитву. Помогает в организации проводов и молодая гвардия Единой России. Волонтеры выдают каждому призывнику пакет сухпайком. Мы помогаем в установке палаток для обогрева, потому что и мобилизованные пока ждут отправки, и родственники, друзья, которые пришли проводить. Пока проходят все процедуры оформления, все пьют чай, всех угощают выпечкой. Наши ребята, мальчики, всегда с гордостью стоят с российским флагом. Мы всегда выходим провожать уезжающую машину, так же с триколором, чтобы ребята помнили, что вернуться надо, потому что их здесь ждут и любят. Частичная мобилизация в первую очередь касается граждан, которые ранее проходили службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящий момент находятся в запасе, а также имеют соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин